Книга Деяний Апостолов, глава двадцать первая Когда же мы, расставшись с ними, отплыли, то прямо пришли в Кос, на другой день в Родос, и оттуда в Потару. И, нашедши корабль, идущий в Финикию, взошли на него и отплыли. Бывши в виду Кипра и оставивши его влево, мы плыли в Сирию и пристали в Тире, ибо тут надлежало сложить груз с корабля. И, нашедши учеников, пробыли там семь дней. Они по внушению духа говорили Павлу, чтобы он не ходил в Иерусалим. Проведши эти дни, мы вышли и пошли, и нас провожали все с женами и детьми даже за город, а на берегу, преклонивши колено, помолились. И, простившись друг с другом, мы вошли в корабль, а они возвратились домой. Мы же, совершивши плавание, прибыли из Тира в Птолемаиду, где, приветствовши братьев, пробыли у них один день. А на другой день Павел и мы, бывшие с ним, вышедши, пришли в Кесарию и, вшедши в дом Филиппа, благовестника одного из семи диаконов, остались у него. У него были четыре дочери, девицы пророчествующие. Между тем, как мы пребывали у них многие дни, пришел из Иудеи некто пророк именем Агав. И вошед к нам, взял пояс Павлов и, связав себе руки и ноги, сказал, так говорит Дух Святой, мужа, чей этот пояс так свяжут в Иерусалиме иудеи и предадут в руки язычников. Когда же мы услышали это, то и мы, и тамошние просили, чтобы он не ходил в Иерусалим, но Павел в ответ сказал, что вы делаете, что плачете и сокрушаете сердце мое. Я не только хочу быть узником, но готов умереть в Иерусалиме за имя Господа Иисуса. Когда же мы не могли уговорить Его, то успокоились, сказавши, да будет воля Господня. После этих дней, приготовившись, пошли мы в Иерусалим. С нами шли и некоторые ученики из Кесарии, провожая нас к некоему давнему ученику Мнасану Киприянину, у которого можно было бы нам жить. По прибытии нашим в Иерусалим братья радушно приняли нас. На другой день Павел пришел с нами к Якову, пришли и все пресвитеры. Приветствовав их, Павел рассказывал подробно, что сотворил Бог у язычников служением Его. Они же, выслушавшие, прославили Бога и сказали Ему, видишь, брат, сколько тысяч уверовавших иудеев, и все они ревнители закона. А о тебе наслышались они, что ты всех иудеев, живущих между язычниками, учишь отступлению от Моисея, говоря, чтобы они не обрезывали детей своих и не поступали по обычаям. Итак, что же? — Верно соберется народ, ибо услышат, что ты пришел. Сделай же, что мы скажем тебе. Есть у нас четыре человека, имеющие на себе обет. Взяв их, очистись с ними и возьми на себя издержки на жертву за них, чтобы остригли себе голову, и узнают все, что слышанное имя о тебе несправедливо, но что ты и сам продолжаешь соблюдать закон. А об уверовавших язычниках мы писали, положивши, чтобы они ничего такого не наблюдали, а только хранили себя от идоложертвенного, от крови, от удавленины и от блуда. Тогда Павел, взяв тех мужей и очистившись с ними, в следующий день вошел в храм и объявил окончание дней очищения, когда должно быть принесено за каждого из них приношение. Когда же семь дней оканчивались, тогда осийские иудеи, увидевшие его в храме, возмутили весь народ и наложили на него руки, крича, «Мужи израильские, помогите! Этот человек всех повсюду учит против народа и закона и места сего, притом и Еленов ввел в храм и осквернил святое место сие». Ибо перед тем они видели с ним в городе Трофима Ефесянина и думали, что Павел его ввел в храм. Весь город пришел в движение. И сделалось стечение народа, и, схвативши Павла, повлекли его вон из храма, и тотчас заперты были двери. Когда же они хотели убить его, до тысячи начальника полка дошла вещь, что весь Иерусалим возмутился. Он тотчас, взяв воинов и сотников, устремился на них. Они же, увидевшие тысячи начальника и воинов, перестали бить Павла. Тогда тысячи начальник, приблизившись, взял его и велел сковать двумя цепями, и спрашивал, кто он и что сделал. В народе одни кричали одно, а другие другое. Он же, не могши по причине смятения узнать ничего верного, повелел везти его в крепость. Когда же он был на лестнице, то воинам пришлось нести его по причине стеснения от народа. Ибо множество народа следовало и кричало «Смерть ему!» При входе в крепость Павел сказал тысячи начальнику «Можно ли мне сказать тебе нечто?» А тот сказал «Ты знаешь по-гречески?» Так не ты ли тот египтянин, который перед семи днями произвел возмущение и вывел в пустыню четыре тысячи человек разбойников?» Павел же сказал ему «Я иудеянин, торсянин, гражданин небезызвестного киликийского города. Прошу тебя, позволь мне говорить к народу». Когда же тот позволил, Павел, стоя на лестнице, дал знак «рукою народу». И когда сделалось глубокое молчание, начал говорить на еврейском языке так.